В Кириве полиция устанавливает пострадавших при строительстве дома на улице Современной 13. В Магадане самолет Ан-2 упал с высоты в 10 метров во время неудачного взлета. А в Иркутске завершилось расследование похищения человека, которое организовал местный олигарх. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике «Происшествия». Самолет Ан-2 в Магадане совершил жесткую посадку сразу после взлета. Он не смог набрать нужную высоту и ударился хвостом о землю. Самолет принадлежит частной компании, он перевозил выхтовиков из Магадана в Сеймчан. На борту находились 14 человек, среди них трое членов экипажа. Пострадали семеро, пять из них госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника. По предварительным данным самолет упал с высоты около 10 метров. Кировская полиция устанавливает потерпевших при строительстве 16-этажного дома на улице Современной 13. В течение двух лет строительная компания заключала договоры с дольщиками и получила от них около 360 миллионов рублей. Но по данным полиции, около трети этой суммы была потрачена совсем на другие цели. К назначенной дате в декабре 16-го дом не был сдан. С октября 2018 года работы не ведутся. Готовность здания составляет лишь 58%. Полицейские просят пострадавших при строительстве дома номер 13 на улице Современной обращаться по телефону 02 или 102, если вы звоните с мобильного. В Иркутске завершилось расследование похищения человека, в котором участвовал местный крупный бизнесмен. В городе он является публичной фигурой и позиционирует себя как меценат и защитник прав предпринимателей. По версии следствия, бизнесмен похитил своего знакомого, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение недвижимости стоимостью в 300 миллионов рублей. В похищении также участвовали сын предпринимателя и пятеро уроженцев Чеченской республики.